Понятно, что за ними надо следить, но когда их разрисовывают, ломают, но в этом явно виноват не мэрия. Был вопрос стоимости этих остановок, возможно, да, она завышенная, но уже их состояние, мне кажется, в этом больше граждане виноваты. Никто не думал, что так быстро их будут портить, и что люди, к сожалению, варвары у нас. Я думаю, что просто на это не заложили деньги. И поэтому сейчас не так быстро их приводят, опять же, в нормальный вид. Вот вы горожане, если вы себя считаете хозяевами города, вот вы у себя бы на, не знаю, на дорогущем шкафе повесили бы какую-нибудь наклейку или еще что-нибудь? Ну, я думаю, что нет. Вы бы поцарапали бы там или пинули бы так, чтобы разломалось кресло из дорогущего гарнитура? Я думаю, что нет. И здесь отношение к муниципальному имуществу, по сути, нашему собственному имуществу со стороны горожан просто безобразное. Я там делал сравнительный анализ с Хабаровском, с Воронежем, с другими городами, где эти такие же умные остановки по цене гораздо ниже. Вот. Ну, вернемся к тому, что, ну, пусть бы их поставили бы за 600 тысяч. Ну, и за 600 тысяч они все равно дорогие. Афилированность там однозначно есть. На самом деле, это легко проверить, посмотреть, из чего состоит эта остановка, и попробовать самому заказать такую остановку в любых других компаниях. И в действительности понять, была ли коррупционная составляющая или не была. Потому что, если вы представляете, там, грубо говоря, вам скажут, что эта остановка стоит, там, допустим, себестоимостью миллион или полтора, ну, естественно, что вот эта разница, она кто-то положил себе в карман. Но, к сожалению, все только говорят, но никто из этого, никто не проверил в действительности стоимость этих остановок. Насколько я знаю, там, в принципе, ну, по-моему, даже прокуратура говорила, что дорого, но по факту никто и не сказал, сколько они должны стоить на самом деле. Поэтому, ну, это все осталось на уровне разговоров.